На центральной аллее лесопарка местечковый ажиотаж. Причем не только у нумизматов. Выставку Монетбанка России «Драгоценный мир живой природы» внимательно изучают и обычные прохожие. Интерес неподдельный. На монетах образы животных из Красной книги. Изображение животных на монетах уходит вглубь веков. Еще древние римляне и греки на своих монетах изображали животных, которым они поклонялись. Центральный банк выпускает монеты с изображением животных с 1992 года. Вышло две серии «Красная книга» и «Сохрани наш мир». В основном эти монеты из драгоценных металлов, золота и серебра. Сохранение редких видов животных – простой способ повлиять на толщину Красной книги. Например, в этом случае. В Рязанской области для охраны и восстановления численности русской выхухоли создали Окский биосферный заповедник. На драгоценных монетах обитатели этого заповедника тоже есть. Познакомиться с этими монетами можно благодаря нашей фото-выставке в лесопарке, которая также имеет название «Драгоценный мир живой природы». Можно подробно рассмотреть каждую монету. Они являются своего рода произведением искусства. Прочитать о животном, который находится на грани исчезновения, либо занесен в Красную книгу. В сериях монет «Красная книга» и «Сохраним наш мир» более 150 уникальных монет. В лесопарке на выставке только малая их часть. Но здесь есть и монеты «Красного орла», и «Амурского тигра», и «Дальневосточные черепахи». Все они коллекционные и выпущены в ограниченном тираже. Например, серебряная монета «Амурского тигра» обойдется вам в сумму от 20 тысяч рублей. Выставка в лесопарке проработает до конца апреля. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».